После праздников, фактически сразу после Рождества, президент задал темп на этой неделе. Установочное послание и в тот же день отставка правительства. Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало подставку. Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе. Ну и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе. Ну вот так. Все члены Кабинета Министров в один момент получили приставку ИО, а Дмитрий Медведев – экс. В большой политике он появился в 2005 году. В российском правительстве курировал национальные проекты. Потом был четырехлетний президентский срок и рекордный премьерский. О времени Медведева наш корреспондент Роман Никифоров. Абсолютный рекорд современной России. Премьер-министром Дмитрий Медведев был 2808 дней. Это 7 лет и 8 месяцев. Вступил в должность сразу после своего президентского срока в 2012 году. Его кандидатуру предложил только что избранный глава государства Владимир Путин. Уважаемые депутаты Государственной Думы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации прошу вас дать согласие на назначение Дмитрия Анатольевича Медведева председателем правительства Российской Федерации. Рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо большое. Может быть в это мало кто верит, но мы действительно не конкуренты, а близкие товарищи и друзья просто. Мы практические политики, а не фантазеры. Мы должны исходить из того, как проще достичь заявленных политических целей. Дольше Медведева правительство возглавляли разве что руководители советских времен. При Брежневе Алексей Косыгин 26 лет. При Сталине Вячеслав Молотов 11 лет. А в новейшей истории страны Медведева можно сравнить только с одним председателем. Виктор Черномырдин продержался на посту более пяти лет. Были и антирекорды. Четыре месяца руководил правительством Сергей Кириенко, а Сергей Степашин и вовсе меньше трех месяцев. Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Вот если они понимают, что их доходы стабильны или еще лучше растут, то это хорошо. За время работы правительства Медведева россиян стало больше почти на 4 миллиона человек. Смертность снизилась на 6%. Уменьшилась безработица на процент, а также число преступлений на 100 тысяч граждан минус 15%. А вот зарплаты и пенсии выросли почти на три четверти. Укрепилась экономика. ВВП в текущих ценах увеличился почти наполовину и превысил 100 триллионов рублей. При этом на показатели сильно повлияли санкции, которые западные страны накладывают на Россию с 2014 года. Кому от этого стало хорошо? Американцам, кстати. От этого не стало ни холодно, ни жарко. Потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось. Они ничего не потеряли. А европейцы сдулись вдвое. В сложных условиях правительству удалось стабилизировать ситуацию за счет жесткого ограничения бюджетных расходов и такого уже жесткого регулирования инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны. Но это же не просто цифра 3,8. А это на самом деле означает, что цены меняются в этих границах. Власти сделали ставку на отечественного производителя. Сам Медведев активно выступал за свободный бизнес без административных барьеров и за смягчение так называемых экономических статей Уголовного кодекса. Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой крайней меры. И вообще для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием. Гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе. Известен интерес экс-премьера к новым технологиям. Вот еще 10 лет назад он приехал в гости к основателю корпорации Apple Стиву Джобсу. Изучил революционный по тем временам спортфон. Привет, Аркадий. Очень хорошая картинка. А потом приобрел себе другой продвинутый гаджет, фотоаппарат Лейка и попробовал себя в роли фотоблогера. Мечта Медведева, чтобы такую же передовую продукцию, как минимум не хуже, производили и в России. Именно он предложил создать в Сколково крупнейший инновационный центр, аналог американской Кремниевой долины. А я его смогу дома запустить? Сможете. А в прошлом году Россия направила запрос ЮНЕСКО, готова учредить новую премию имени Менделеева за достижения в области химии, физики, математики и биологии. И, конечно, особое значение она может иметь для молодых ученых. Каждый из двух лауреатов должен, по нашему предложению, получать по 250 тысяч долларов. Будучи премьером, активно занимался строительством политической системы. В 2016 году во время парламентских выборов возглавил список партии власти. И Единая Россия уверенно победила, набрав более половины голосов. Стиль Медведева политика и Медведева управленца один и тот же, спокойный, деловой. Громкие заявления и публичные разносы для него большая редкость. Очень часто приоткрою вам, так сказать, тайну. В конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет, никаких каналов нет, я из зала выгоняю вообще всех приглашенных. Ну, прошу удалиться, поблагодарив их за участие. А я оставляю только членов правительства. И уже объясняю им про политику партии в деревне, как говорили в советские времена. Ну, то есть указываю на отдельные недостатки в их работе. Медведев пропагандирует здоровый образ жизни. Каждое утро занимаюсь спортом, поскольку без вот такой полноценной, достаточно длительной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон-стоп весь день. Рабочий день у нас у всех длинный. Немного о рабочей нагрузке. Только за прошлый год у председателя правительства 250 заседаний, совещаний и встреч. В среднем по пять в неделю. Рабочей поездки в 25 городов страны. Он общается с комбайнерами в Курской области, инспектирует стройки на Сахалине, решает жилищные проблемы на Алтае. Третья этажка. 140 жилых квартир. Остались без горячей воды. 2000 на 16-го года. 60-е, 40-е, 1, 40-е, 2. Давайте мы так договоримся. Вот я сейчас совещание проведу. И сразу же зайдет просто сам губернатор, посмотрит, что у вас происходит. Самым трудным решением года Медведев называет изменение пенсионного законодательства. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. И, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось. Это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться. А стало быть, люди наши жили в нормальных условиях. Ну а последнее подписанное им постановление – запуск нового грандиозного проекта. Создание атомного ледокола «Лидер» за 127 миллиардов рублей. Это больше половины стоимости Крымского моста. 200-метровый гигант сможет пробивать лед толщиной до 4 метров. Так что Северный морской путь будет открыт круглый год. Свою отставку Медведев воспринял спокойно. Все будет надлежащим образом происходить так, как это и должно быть. В таких ситуациях они, собственно, естественно для любой страны, они не являются чем-то особенным. Они знаменуют просто те или иные перемены, которые происходят в стране. Без работы экс-премьер не останется. Получил должность заместителя председателя Совета безопасности, которая только учреждена. А его непосредственным начальником по-прежнему будет глава государства. Вообще я оптимист. Все будет хорошо. Но в исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Но смотрите, просто человечество бы вообще исчезло, если бы в конечном случае не было в исторической перспективе, все хорошо. Роман Никифоров, Мария Солопова, Александр Терзинов. Программа «Вместе».